ПЕСНЯ Быть регентом патриаршега хору, саудельничать у молитвах наисвятейшега патриарха усяе Руси, беларус Георгий Сафонов и Немерковал. Потаемной марой православного хорового дирижора, який отрымал адукацию у Советской Консерваторой, было вернуть стародавнюю старожитно-русскую музыку. И она опынулась под подозрением, як супольница религии. А Данилу монастыр, куды урешся рэшт привела мятежная душа Георгия Сафонова, был якраз тым месцам, де народу верталася забороненная. Гэты монастыр был заснаваны першым, зажынены большавиками апошнем и вернуты царкве подчас перабудову так сама першым. Антирелигийная пропаганда почалась наступом на верников, на служителей культа. Потем она расповсюдилась и у ширки, и у улыб. И ни одна в область культуры мастацтва не засталася незакранутой. А покольки музыка старожитной Руси, да и творы 17-18-го стоводзев, хоровые спевы, з'являлись они отъемной часткой ритуалу на боженство, и они целиком легли под нож. Советское воспитание, конечно, в такой республике, как Беларусь, мы вообще не знали о том, что такое вера. В городе Минске был, ну, таким действующим постоянно. Единственный, по-моему, храм, который был на военном кладбище на улице Козлова. Это храм Александра Невского. И даже центральный кафедральный собор, по-моему, был разрушен. О церковлённости, во всяком случае, в Минске, говорить очень трудно. Воспитание в школе, оно не носило никакого налёта, будем говорить даже, никакого упоминания о церковности. Единственное, в хоре, в котором я пел, в хоре мальчиков, наши руководители давали нам петь произведения западных композиторов, на различных языках, которые были духовными произведениями. Но так как они исполнялись на иностранных языках, никто не уделял этому внимания, что это, как это, как это переводится. А русскую духовную музыку мы пели, к сожалению, не на исконном языке, а пели на переводных, будем говорить, переводных текстах, которые сочиняли советские поэты. До революции во всех монастырах спевала тутейшая братья. У Данилова монастыры в святочные дни спевали солисты оперных театров, солисты хоровых коллективов, певча московских храмов. На великие святы на клейросе Данилова монастыра спевала до 150 певчих. Миновита сюда, у Данилова монастыр, и привела стежка-дорожка Менчука-Еоргия Сафонова. Тут он у свои 24 годы став на колени и в один день принял хрещение. И, можно считать, в двух ипостасях нахожусь. Я человек светский, семейный, и так же, как и все мои участники в хоре, у некоторых участников по 6-7 детей. Мы, семейные люди, это традиция Данилова монастыря, в праздничном хоре не монахи пели, а именно светские люди. А светские люди, ну, не будут по городу в подресниках ходить. И к Алисофону приехал у троица Сергия в Лауру, и он познаемился с великим и мандритом Матфеем Мормолем и задал ему питание, где можно у него обучиться. А какая у вас адукация? Спытал отец Матфей. И когда почувствовал, что за плечима специальная музыкальная школа, 7 годов у Несенской академии и аспирантура, сказал, идите отсюда со своей адукацией, вам тут нема чего робить. Тут учатся не письменные люди. Постойте годик други на клиросе, приглядьтеся. Оказывается, это традиция старых русских школ. Спочатку постоять у хоры, послухать, что и як, потом спробовать керовать одной партией, потом половой хору, потом целым хором. На самой справе регенты-педагоги старой школы, такие, як свечников, казали, что треба от трок до пяти годов поспевать на клиросе, капсать саправдным реентом. Таким чином, Сафонов пайшов у певча. Прасовав на пираменку то у Новодявочим, то у Даниловы монастыры. Это была выдатная школа. Я не до конца знаю свою линию по фамилии Сафонов. Я знаю, что это русская семья из Брянской губернии. Но тогда не было в России, во всяком случае, не было людей, которые не посещали бы церковь. Они все были крещеные, все были воцерковленные. Поэтому изменило, может быть, что-то только время советское, которое, в общем-то, порушило устои церкви, и то не до конца. И здесь говорить о том, что все равно как-то в генах это у нас заложено. Люди все равно оставались по своему воспитанию людьми верующими. Вот. А по линии мамы здесь у меня были в общем-то здесь и польская кровь есть, вот, и белорусы. И я знаю, что эти люди тоже были, тоже относились к церкви. Кто-то относился к церкви католической, кто-то относился к церкви православной. Вера наша, вера стара, вера нашей в свете и цара, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Православна! Вера вечна, вера славна, наша вера православна! Хор Данилова монастыра И святочного, и патриаршего. Патриарша ему присвоили в 2003 году. А праздничный он был всегда с момента существования монастыря, с конца XIII века. В монастыре пели всегда и монахи, и приглашенные певчие, которые были призваны украшать своими красивыми и сильными голосами праздничное богослужение. Отсюда название праздничный хор. А тогда, когда после 1989 года, с момента воссоздания, возрождения праздничного пения в Даниловом монастыре, нас заметили свыше, то святейший патриарх Алексей II, как награду хору, присвоил ему название патриарше. Сафонов разумеет, что может сдариться страта великой меты, творчий припынок, боюнкнуться быцем бы уже нема куды. Але славная дореволюционная гистория хору Данилова монастыра не дозволяя расслабиться. Планка, досягнутая лепшими регентами, композиторами и солистами, якие працавали у хоры завсёды на версии. Там указать, что хор досягнул пика, высшейшей кропки, Сафонову не доводится. Свой период её не лечить вершиной, а только початком працы. А постоянный удел во урочистых патриарховых набоженствах успрымая, як боскую ласку. Патриарх Алексий меньше, чем патриарх Кирилл, может быть, разбирался в музыке. Он её чувствовал, он больше, наверное, уделял внимание духовной стороне, богослужения. Сейчас святейший патриарх Кирилл очень точно подмечает все моменты, которые нам не удались или удались, и всегда об этом говорит. Патриарх Алексий II всегда благодарил за пение, и одна из таких лучших его похвал была «Спаси Господи, пели, не мешали молиться». То есть пели достаточно спокойно, просто и способствовали, наоборот, молитве в алтаре. Поэтому здесь сравнить очень сложно. Я так думаю, что это вещи такие несравнимые, это вещи взаимодополняющие. Сафонову скажут, «Ужитковые спевы мы и так пачуем на буднях, а от вас потребуются святочные спевы. И рэнд разумея, что помыляться немогчимы, и пропустить одно-адзинае слово, так само немогчимы, бог это уносить замешанне у алтары. А з алтара замешанне передается прыхаджанам. А калихур спевая натхнена, служат же у алтары так само натхняются. И молитва уихиде по-иншему. И люди с храма выходят просветленные и одуховленные. Репертуар хору складается больше, как с тысячи творов. Сирот их православные песнопения, духовные верши, военные песни и гимны, а так само романсы, вальсы, народные сучастные песни, русская и замешанная классичная музыка. Большая частка усёй доброй музыки, на думку Сафонова, является душевной, а христианские спевы – духовными. Лепшее выхование хору – это спевы не только на клеросе, не только и на боженствах. И Сафонов першему в истории монастырского хору сделает его ещё и концертным. Скажем, человек пришёл на концерт, почув нечто привожа и сказал, неужо вы это в храме спеваете? Приходите в царку, саправды, спеваем, а в храме это звучит ещё пригажей, и не глубей. Увы, неку человек застався. Его натрымал некую дозу душевной равновай, и начал задумываться, чему так отбывается. Потом пришёл в храм ещё раз и праздникаторый час разумел, что спевы, молитвы, присутности в храме разом злучены и дают ему в эту душевную равноваву. Мы привыкли петь без аплодисментов в храме, это для нас привычное явление, а вот вызвать аплодисменты в концертном зале, это, в общем-то, нужно было потрудиться. Ну, я вообще имею в виду достойные аплодисменты, не пару хлопков, а такие аплодисменты, за которые певец может немножко передохнуть между произведениями, которые он исполняет. Я специально это делаю, потому что есть программы, в момент которых мы просим не аплодировать. На клиросе мы стоим в более свободном виде, мы скрыты от глаз прихожан, мы стоим на балконе сверху, и они слышат только наше пение, они нас не видят. А здесь мы на виду. И здесь буквально каждая гримаса, каждое движение, каждое какое-то вот действие моих певчих, оно замечается. Хор Георгия Сафонова, как головный ингредиент на поженство, притягивает верников. Коли у храме нема доброго хору, то прихожан будень ашмат. Это уже закономерность, выявленная годами. А коли прихожане слухают хор и на эстраде, и приводят с собой инших на концерты, то это уже 100% по успеху, минавито в плане усарковление. КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что касается вообще жизни, то жизни две, но все подчинены жизни, конечно же, больше церковной, потому что большую часть времени я, во всяком случае, провожу в монастыре. Я занимаюсь вопросами хора нашего, организации, репертуара, общения с начальством и различных бытовых вопросов. Я провожу очень много времени в монастыре, и еще, естественно, главное время занимают репетиции, богослужения. Но когда мы выезжаем на концерты, то на сцену мы выходим и перевоплощаемся в хор церковный, который на сцене как в церкви поет. КУПОЛИНКА, КУПОЛИНКА, ТЕМНАЯ НОЧКА, 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 Сафонов активно популяризуя и развивая по кульмала знайомый жанр духовных вершев песнопения. На Руси их выконывали на лирах и гуслях калики вандрованные, а слова этого жанру проникненные, отшлифованные часом тексты. Их сенсы закоронают глубинные переживания людских душ и сердцев, обучают молитвованный настрой. Светская адукация дала Георгию Сафонову многое, а не с пункта гляджения его дирижерского аппарата. И он вельми рады тому, что стал регентом, поскольку набыл в этом мастадстве больше, чем у дирижерования. Учили, как светских дирижеров, без упоминания о том, как это должно быть в церкви. Техника дирижирования, она была совершенно далекой от регентской техники. Регентская техника – это нечто другое. И так как мы не имеем единого пособия по регентской технике, то каждый регент придумывает движения руками свои. Я в своем хоре приучил своих певчих к моим рукам. И когда становится кто-то другой, ему достаточно тяжело управлять, потому что у меня есть определенные жесты, которыми я показываю движение слова. В церковной музыке это первейшая обязанность регента – именно показать это правильно, так, чтобы слово долетело посредством человеческого голоса, долетело до слуха прихожан, до слуха священнослужителей. На пытание, как он задает тональность хору, отказал. А как Господь пошли? Для его головное протягнуть далей богослужение у этой тональности, и он ломает барьеры у спрымания. Но не повинно истиновать. Головное – передача сенсу текста. Там он перш за все имкнется выхавать дух у хора. Состав хору Сафону подделяя на две частки. Одна за все даже находится в Москве, другая ж – в перепрытках по межголовными церковными святами, выступая на концертных пляцовках разных регионов России, краин СНД и далекого Замежа. Концерты у 16 краинах света на трех континентах, в легких залах, 40 музычных альбомов, у всех это хор Данилова монастыра Сёння. Хор Сафонова владельник премии ТЭФИ у складе с дымочной группы киносериала «Таемницы палацовых переворотов». Певчая, який сам регион профи суперкласса с высшейшей вокально-хоровой адукацией. Юргий Сафонов собрал в окол себе выпускников Московской державной консерватории Российской академии музыки имя Агнесиных и Академии хорового мастацтва имя Свешникова, Яго найтанчейши слых за уважайне просто фальш, намек на яго. Угучанье хору Сафону домагается лимитовой контрастности и просит певать так тихо, небы по ветру звенить. И он ведае, чаго хоча, да чаго им гнецца. Тым больше, што гэта ўже было, исновала хор Аньолау, пачути берліозым. У яго, Сафонова, хор Аньолау далеце землі С той, на якій живем мы з вами. Маутне погучанне мужчинське голоси от тенора до васу Яне як по чарамісті зливаються в адіную чистую мелодію Часа часу Гучись і жаночая сола. Моя супруга Галіна Мирошнікова, которая часто выступает с нами, она певица лауреат всероссийського конкурса і вона украшає наші концерты. Начало її пути було в Троїці Сергиєвій лаврі. Ее пригласили как-то попробувати поруководити хором регенських курсів. Ну, она тогда це предложення не приняла. опять-таки по каким-то личним своїм канонам. А потім господь її привел на Клирос в городе Броніце в Подмоскові, де она достаточно долго управляла хором успішно. І потім продовжала це делать в Москві. Але була була цікавлена раніше, кріщена раніше. Це можливо відбувалося і воно роль в тому, що вона швидше прийшла на Клирос, ніж я. тому, що я знаходився в такому невідній до 24-х лет, до 88-го года, і вот тільки с цього моменту я начал движение в церкві. Сафонова з кожним годом все цікаві выступать. І той, що він робив початку шляху просто деля музыки, тепер робить деля сенсу, деля внутрінного зместу. Або скалив першиню, дрежував аматорським хором Московській консерваторії, хвалявання не мог сонять. Зараз прайшов той юнацький мандраж. І тільки выступление народной белорусській сцене, подобний екзамен. 32 роки я не мог прорваться сюда, в Беларусь, щоб показати, чому мене научили здесь. Я благодарен именно Беларусі за своє образовання замечательне, педагогам школи, тепер це коледж, при консерватории, точніше, при Беларусській академії музыки. І, конечно же, перед ними пришлось выдержати екзамен. Сейчас волнение бывает только на таких ответственных концертах, когда приїжаєш именно к тем дорогим мне людям, которые вложили в мене свой интеллект. Забыть тебе не не морю сил. КОНЕЦ КОНЕЦ